Вокруг торгового центра пешеходные зоны, заезжать сюда вообще нельзя. Но машин по-прежнему очень много и люди просто не знают, где еще припарковаться. Коллапс на подъезде к торговому центру. Раньше на час машину можно было оставить бесплатно, сейчас стоимость 50 рублей. В два с лишним раза дороже, чем на городских парковках. Вот так вот ютиться между машин, и тебя могут притереть и просто уехать, как случилось на днях. Я считаю, что если бы она была бесплатной, так было бы правильнее. Территорию вокруг торгового центра «Малина» сделали пешеходной в июле 2018-го. Однако фактически этому статусу она не соответствует до сих пор. От безысходности те, кто работает рядом, бросают машины, нарушая правила дорожного движения. Сложно ходить, мы здесь рядышком работаем, вообще постоянно с большими трудностями преодолеваем все эти переходы от одной улицы на другую. Сложно. Машин, конечно, очень много, это беспокоит. Если место есть, то, конечно, люди вон жмутся, вон парень пошел между машин. А если ставят так, что в притирку вплотную, конечно, не пройдешь совсем. Рядом на подбелке находится областная дума, МФЦ, почта. Но ни у одной из организаций нет своей бесплатной парковки. Неизвестно, где оставлять машины жителям, которые приедут сюда, чтобы получить бесплатные услуги. Мы решили найти бесплатные парковочные места поблизости. Парковка есть рядом с памятником Ленина, но на ней помещаются всего 11 автомобилей. Также можно оставить авто на небольшом участке Мюнстерской улицы, полностью забитой машинами переулки. Но этих парковочных мест явно недостаточно. На них не разместить и части автолюбителей, приехавших на почту или в МФЦ. Поставщики продуктов и товаров, клиенты которых находятся на подбелке, с трудом находят место, чтобы разгрузиться. Удобство улицы оценивает однозначно. Плохо. Неудобно, места разгрузки нет. На площади Ленина даже платная парковка практически забита. На Горького, Ленина и Соборной остановка запрещена. Несмотря на угрозу быть эвакуированными, автолюбители все равно оставляют машины у тротуаров и под знаками. Другого выхода для тех, кто не в состоянии оплатить парковку, просто не оставили.